Да, и сегодня слышал как раз, что вопрос о худсове, что не дай бог вдруг вернутся старые времена, когда были худсоветы. Вот мое мнение по этому поводу, наверное, это с одной стороны тоталитарно, с другой стороны мы живем в такое хаосное информационное время, что это как раз, мне кажется, наибольший вред от того, что было раньше когда-то, когда были худсоветы. Да, безусловно, там сидели люди с определенными рамками, но у них были конкретные догматы, качество, политкорректность, психологические аспекты, культура и прочая история. У всего всегда есть чего-то больше, чего-то меньше, но мне кажется, пара худсоветов, у нее нет претензий на запрет демократии никакой. Просто ситуация в том, что там сидели люди с высшим образованием, и которые эту информацию давали дозированно, определенно и однозначно в качестве. Просто понятно, что кому-то хотелось, может быть, чуть вправо, чуть влево, но уже таких рамок все равно железных не будет, как они были при Советском Союзе, я уверен. А вот то, что касается, что должна быть фильтрация, ну, ситуация с Тангейзером, конечно, это абсурд, как бы, так же, как с этой белочкой. Как когда вышел закон 16+, и прочая история, в интернете появились там смешные мультики про Винни-Пуха, которым, когда было слово «хвост» был запикан, вот, и там вообще совершенно другой смысл. Я потерял свой «пи», вот, ура, «пи» нашелся, понимаете, ну, как бы совсем, совсем теряет то, как подумает, понимаете, у кого насколько испорчено ощущение или чувство императора. Так что, просто другой разговор, что, конечно, хаос информационный нужно как-то останавливать, или, во всяком случае, та общая информация, которая идет, в первую очередь, детям, в первую очередь, она должна быть более качественно проверяться. Но, опять же, я повторяю, что это не касаемо того, что произошло сейчас, это, говорю, что из грани в грань, там. Вот, это мой единственный ответ, больше, наверное, нам не о чем с вами разговаривать, во всяком случае, больше.